Добрый день, дамы и господа. Сегодня 25 марта 2018 года и у микрофона Леон Вайнстайн. Сегодня я хочу поговорить о том, какое правительство и какого президента я бы хотел для страны, в которой я живу. Такой вот как бы странный вопрос я сам себе задал и вот сейчас постараюсь на него ответить. Я позволю себе быть сейчас совершенно откровенным. Я хочу правительство, при котором вот мне и моим близким хорошо бы жилось. И я уверен, что если не на публике, а в чеши собственных размышлений, практически 100% человечества думают так же. Когда мне говорят, что надо любить соседей, там, как самих себя, то, значит, я так понимаю, что вот если с лодки упали, там, скажем, двое детей тонут, то есть один, так сказать, мой ребенок, а чинтей-то еще, то, значит, я должен броситься и спасать не моего ребенка, а того, который ближе, значит, даже с риском того, что мой утонет. А вот или если там у вас есть одна сыворотка, там, против укуса змеи, а змея укусила, там, скажем, вашу маму и чью-то еще, то вы еще подумаете, мол, так сказать, должны, вернее, подумать, кому ее давать, думать, так сказать, кто там более важен для народа, я не знаю, там, или там что-то еще. А вот лично я, например, если мой ребенок, там, нуждается в помощи, то я помчусь сначала его спасать, но уже потом попытаюсь поспасать кого-то еще. Значит, даже если выбор идет между моей, скажем, мамой, моим ребенком и трижды лауреатом Нобелевской премии, который с точки зрения всего остального земного шара более важен, так сказать, для человечества, чем мой ребенок, я, извиняюсь, но я помчусь спасать своего ребенка. А в Декларации независимости США, значит, включают в себя следующие слова. Значит, попробую по-русски это перевести. Значит, любой гражданин страны имеет право на жизнь, свободу и право на счастье. Возможно, что счастье, значит, ну, право, на которое, значит, декларация провозглашает, это и есть то, что в самом начале я определил, как я хочу правительство, которое мне и моим близким, значит, будет, позволит, сделает так, чтобы я хорошо жил. Америка, кстати, единственная страна, в которой право на счастье закреплено, как бы, в одном из главных основополагающих документов страны. Вот, а теперь пора, естественно, разобраться, что же такое хорошо жить, чтобы понять, какое, так сказать, нужно правительство, чтобы обеспечить вот эту хорошую жизнь всем, ну, или хотя бы большинству населения страны. Лично я хочу жить спокойно, значит, то есть, чтобы на улицах, там, в общественных местах не ходили бы, там, хулиганы и бандиты, не издевались бы надо мной и моими детьми не убивали и не грабили. А если, не дай бог, что-то такое произойдет, то соответствующие органы их отлавливали и изолировали. Я хочу быть, ну, скажем, уверенным, что на страну не нападет другая страна, что мы будем достаточно сильны и чтобы люди боялись на нас напасть, или, по крайней мере, что отпор будет мощным. Я не хочу, чтобы моих детей, кстати, детей моих друзей тоже, забирали в армию и посылали умирать непонятно, собственно, за что, и, так сказать, убивать чужих детей, если только это не для защиты нашей страны от напавшего на нас врага. Я хочу, чтобы в стране была законность и чтобы закон и суд был одинаков для всех, там, для сына сапожника и сына премьер-министра, значит, для самого бедного и самого богатого, значит, для никого неизвестного и для знаменитости. Я понимаю, что идеальная ситуация, идеальной ситуации практически не бывает, и что, ну, все-таки премьер-министр, там, олигарх или знаменитость имеют какое-то преимущество, но чтобы оно было минимальным и чтобы нечестные решения суда можно было бы опротестовывать. Я хочу, чтобы у меня были равные шансы с другими зарабатывать на хлеб, там, деньги, а чтобы ни вес мой, там, ни этническая преднадлежность, ни религия, ни цвет кожи, ни преднадлежность, там, каким-то группам политическим не влияла на мою возможность зарабатывать себя на хлеб. Я хочу, чтобы у меня не отнимали заработанные мною деньги. Слишком много раз уже бывали ситуации, когда правительство решало, там, скажем, там, что-то построить или кому-то еще, там, помочь, или провести, там, фестиваль, олимпиаду, построить дворец, вот, с кем-то еще повоевать. И повышало бы, так сказать, поборы, они называют это налоги, с тех, кто, честно, зарабатывает, так сказать, на жизнь, тяжело работая. Я готов жертвовать на то, на что я считаю нужным. А если кто-то из тех, кто правит страной, решает, что где-то кому-то что-то нужно, пусть попросит меня, а не забирает у меня силы, значит, я, может быть, дам, а, может быть, не дам. То, что детям в Конго нужны лекарства, не повод, чтобы отнять у моих детей возможность поехать, там, со мной в отпуск, да, или вот там, или отнять у меня то, что я заработал, сохранил и собираюсь потратить на то, что я считаю нужным. Вот, бросьте в меня камень те, кто готов отдавать свои, не чужие, свои деньги, заработанные тяжелым трудом, годами обучения, там, бессонницей, только потому, что кто-то в чем-то нуждается. И отдавать их по первому требованию власти. Подытоживая. Значит, хорошая жизнь, с моей точки зрения. Тогда, когда человек свободен делать то, что он хочет. Значит, если он не нарушает этим законы страны, когда люди, ну, я бы сказал так, и 10 заповедей, потому что, так сказать, хорошие законы всегда базируются на именно этих 10 заповедях. Значит, когда люди равны перед законом, когда они живут в безопасности, когда их не судят по цвету кожи, там, или, там, по виду, а по умению, и когда есть работа, приносящая доход, и его этот доход ни бандиты, ни правительство, там, государство, называйте его, годность, не сможет отнять без разрешения владельца денег, то есть, меня. Ну вот, а теперь, значит, можно уже начинать рассматривать вопрос, кого я бы хотел президентом страны моего проживания. Я вообще-то считаю, что, так сказать, знаменитое заявление Джона Кеннеди «Не спрашивай, что твоя страна может сделать тебе», а спроси там лучше, что ты можешь сделать в своей стране. Абсолютно пропагандистское. Дело в том, что если твоя страна, скажем, гноит в гулаге твоих родных, которые ничего не сделали преступного, ввела культуру поголовного воровства, возможность нормальной жизни украденного семьи, тогда, так сказать, не то, что делать что-то в такой стране, а не хочется, а хочется с ней удрать, как можно скорее или разрушить этот гнайник, а на обломках этой бандитской власти построить совершенно другой мир. Но Ленин, собственно, уже это пытался делать, поэтому мы не будем повторять, так сказать, его деяния. Вот я решил в свое время уезжать и уехал воссоединяться с родственниками, которых я, естественно, никогда не видел в Израиле. А подав на отъезд во время войны, Ём-Кипур, значит, в 1973 году, мы подали документы, в которых мы подписали, что едем на воссоединение. Значит, нас отпустили, сказав вам там, вас там скоро убьют и очень хорошо, значит, что убьют, потому что мы, значит, родину предали. А все прекрасно понимали, что мы не могли знать даже наших родственников, страна была на замке советская, значит, никто, кроме шпионов и партийных бондс, в настоящую заграницу, да еще к родственникам не ездил. Еще одно вранье, значит, о котором все знали, но делали вид, что это чистая правда, значит, как вера в светлое коммунистическое будущее. Значит, никто не верил, а все, значит, собирались и верили вместе. Прожив 11 лет в Израиле, став там Карабасом-Барабасом, значит, я был хозяином театра юных зрителей, поставив кучу спектаклей, написав кучу пьес, рассказов, я поехал ставить свои же пьесы сначала в Нью-Йорк, а потом в Лос-Анджелес, и задержался вот до сих пор. По дороге я пожил и поработал немного в Англии, немного во Франции. Я хочу сказать, что у меня есть опыт жизни в СССР, потом в Израиле, потом в Европе, потом в США, кстати, на разных берегах, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, очень разные места для жизни. Ну и в перестроечной России, кстати, где я провел в начале 90-х, около трех лет, пытаясь сделать несколько коммерческих проектов, и одновременно помогая России и Америке лучше понять друг друга и начать сотрудничество. Ну вот уехал, и, значит, понимаете, как-то сотрудничество дальше долго не получалось. Я бы сказал, что у меня есть лично приобретенные знания и опыт жизни в различных организованных обществах, различно организованных обществах. Я как бы могу считать себя даже экспертом в том, что хорошо и что плохо, в том или ином способе управления. Я имею в виду управление страной и людьми. И составить для себя достаточно точный портрет руководителя, назовем его там, скажем, президентом, да, той страны, в которой, как я уже сказал, я бы хотел жить. Например, я, вот после, имея уже свой опыт, я могу достаточно точно ответить на следующие вопросы. Важно ли мне, какого роста, веса, национальности мой президент? Ответ – неважно. Если он зеленого цвета со вставными зубами и у него лысая голова, но он делает так, чтобы мне жить было хорошо и, так сказать, в общем, большинству, скажем, населения страны, то он хороший президент. А если он, так сказать, любого другого цвета и делает плохо, он плохой. Важно ли мне, любит ли он джаз или классическую музыку, скажем, так сказать, смотрит ли он бейсбол или порнуху? Ну, клянусь, неважно. Пусть смотрит что угодно. Насчет любви и обильности тоже интересно. Мне тоже все равно. Там Джон Кеннадин, например, посылал охранников искать проституток на улицах столицы Вашингтона. Билл Клинтон просто бросался на женщин в овальном офисе, в гостиницах, в поездах, в самолетах. На него подавали в суд, по-моему, десяток или больше раз, так сказать, импичмента бы сделали. Но не этим мне эти президенты не нравятся. Не этим. Вот. Это все дело их, женщин, там, суда и тому подобное. Мне главное, чтобы страна, в смысле люди, люди, часть которых мы являемся, я и моя семья, жили хорошо. Вот. Важно ли, ругается ли президент матом, скажем так, так сказать, плюется ли он на пол, там, кладет ли он ноги на стол, чавкает ли он, когда ест. Мне совершенно все равно. Вернее, вот, мне другое не все равно, вот что я хочу сказать. Мне не важно, какого цвета его кожа, любит ли он, или она противоположный пол, или как Хиллари Клинтон свой. Мне это не важно. Не за это я ее, Хиллари, не люблю. Мне важно, чтобы президенты набранные, так сказать, и правительство обеспечивало нам, американцам, то, что мы с вами предъявили, как хорошая жизнь. Возьмем, вот, двух президентов разных стран, Путин и Трамп. Значит, Путин, вроде, так сказать, обожает три четверти населения, а, по крайней мере, значит, за него проголосовало, там, 75%, а во загранице, вообще, русские, так сказать, обладатели российских паспортов аж 84%, вот. И Трампа, за которого по всем опросам, вроде бы, готовы голосовать, там, то ли 38%, то ли 39%. И сравним, как они обеспечивают хорошую жизнь гражданам своих стран. Трамп пытается создать рабочие места в Америке. Он создает отличный инвестиционный климат в США. И, как американские, так и иностранные, международные компании везут деньги в Америку, вкладываются. Кроме того, из-за Трампа несколько триллионов долларов, которые были в прибылях американской компании, возвращались обратно, сидели за рубежом из-за идиотского налогового закона, будут сейчас из-за Трампа возвращаться в США, чтобы инвестироваться здесь. То есть, организация новых производств, организация новых рабочих мест, дорог, инфраструктуры, там, и тому подобное. Вот. Путин сам вывез со страны, как говорят, так сказать, несколько миллиардов, там, говорят, до 200 миллиардов долларов. Я не считал, естественно. Говорят, имеется в виду специалисты. Его окружение вывозило и продолжает вывозить из России более триллиона долларов. Вот. И где-то их прячут. Трамп создает условия для улучшения жизни граждан, а Путин ворует у них их деньги и их будущее, потому что не строится ни инфраструктура, ни заводы, ни фабрики, не инвестируется. Все сделано для того, чтобы вот какая-то группа людей жила лучше. А Трамп пытается влиять на Конгресс, чтобы создавались законы, благоприятные для бизнеса. Отменяет буквально сотнями, тысячами, говорят, распоряжение Обамы и назначает судей, распоряжение Обамы, которые мешали бизнесу, и назначает судей в окружные Верховный Суд, которые известны тем, что строго придерживаются Конституции, закона, чтобы те, кто вкладывает деньги в США, не боялись коррупции, подкупов судей, влияния чиновников или олигархов на суд, если возникают конфликтные ситуации. Путин организовал Россию по принципу ОПГ. Значит, Россия самая коррумпированная страна, если не в мире, то в Европе. В стране законы не работают, судьи на продажу. Кроме того, судьи делают все, что им говорит власть. Зарубежные инвесторы много раз теряли свои вклады. Вспомните хотя бы дело Магнитского. То есть Россия Путина – очень плохое место для инвестиций. А значит, плохое место для получения хорошей работы для населения, для обеспечения нормальной жизни граждан. Поэтому не американцы сотнями тысяч едут в Россию и пытаются там, так сказать, наладить свою жизнь, а россияне разбегаются по миру и бегут в ту же самую Америку. Политика Трампа привела к новому экономическому чуду в Америке. За год более двух миллионов человек нашли хорошую работу. Безработица упала до 4%. Безработица среди черных – самая низкая за всю историю США. Безработица среди латино – самая низкая за всю историю США. Безработица среди женщин – самая низкая за последние дни, не помню, 20 или 30 лет, но не помню я точно. Рост экономики, значит, уже достиг 3-3,5% в год. И это приведет, ведет уже к триллионам долларов дополнительных заработков жителей страны. Вот сравните это с 1,2% среднего роста при Абаме. Действия Трампа привели к скачку стоимости ценных бумаг. Они сейчас плавают вверх-вниз, вверх-вниз, но они прыгнули уже с 19 тысяч на 25, то есть на 6 тысяч, на 30 лишних процентов. И там сидят туда-сюда, туда-сюда, прыгнут снова. А что это означает? Означает увеличение пенсий людей на 30%, увеличение дохода от акций людей на 30%, увеличение количества денег, которое может потом вкладываться в бизнес в той же Америке на 30%. Вот, а еще они привели, так сказать, эти законы и деятельность Трампа к увеличению, усилению, не знаю сказать точно, уверенности американцев в будущем. То есть американцы значительно более оптимистично смотрят в будущее свое и своих детей. Кстати, и к улучшению обучения в школах, особенно в области компьютеров. И к росту числа женщин-владенец бизнеса. Трамп выделил специальные большие средства на то, чтобы поддерживать женщин, которые хотят владеть своим бизнесом. Значит, действия Трампа привели к тому, что чиновники правительства не смогут после ухода с работы на пенсию или там просто с ухода с работы лоббировать своих же бывших коллег, то есть их сложнее купить, пока они на своих местах. Им обычно говорили, ты сделай мне, а там через уходи, уходи там через пару лет на пенсию или куда-то еще, а я тебя возьму на работу, но высокооплачиваю, будешь обратно ходить к своим коллегам и тому подобное. То есть Трамп восстановил нормальную работу, а сектор еще не восстановил, пытается восстановить, он вычищает, как он говорит, грязь, так сказать, болото осушает. В ветеранской администрации до прихода Трампа, то есть администрация, которая занималась там лечением, расселением и всеми проблемами ветеранов, стало совершенно по-другому. Ветеранов лечат, обслуживают немедленно и отлично, как в России, кстати, и не снилось. При Трампе стали арестовывать огромное количество членов банд, которые приезжают к нам из других стран и рекрутируют здесь молодежь, особенно латинскую. Значит, снизилась незаконная эмиграция, происходит постоянный отлов нелегальных эмигрантов, тех, кто совершил преступления в США. Жить в Америке становится все безопаснее и безопаснее. При Путине в России сын министра мчится по Москве на своем, так сказать, шикарном там Мерседесе или что у него есть, сбивает старушку и выходит из суда полностью оправданный. При Путине бизнесы у владельцев отжимают как бандиты, так и чиновники. В тюрьмы, кстати, идут не те, кто виноват, а те, кто не согласился отдать что-то сильным мира сего. Жить в России опасно, если у вас нет защитника, сидящего на высоком месте, которому выносите, назовем это, дань, как монголов когда-то. Вот, чтобы прописаться, вам нужно дать взятку. Вы нарушили правила движения – взятка. Жить в России тому, у кого нет достаточного количества денег и высоких связей, далеко не безопасно. В Америке Трампа я свободен делать то, что хочу. Если я совершаю преступление, закон меня накажет в соответствии с законом. Если кто-то совершит что-то против меня, я как пострадавший буду его судить. Все не всегда так красиво, как в теории. Но то, что я говорю, работает в 99% случаев. Это достаточно хороший процент. Хотелось бы в 100. Но 100, наверное, вообще никогда, нигде, ни в чем невозможно достичь. Перед законом все равны. Сейчас остатки обамовской клики, которые пытались вот именно это изменить. Все равны, а есть которые ровнее. Они выметаются из ФБР, из Министерства юстиции, Министерства иностранных дел. Мы надеемся, что против Хиллари и ряда ее подельщиков будут возбуждены уголовные дела. Уже идут расследования. При Абабе были люди, которых нельзя было трогать. При Трампе таких нет. Американцы меньше стали бояться ИГИЛа. Ведь в Сирии и Ираке его практически нет. Он там еще где-то рассеян по всяким другим странам. И международный терроризм, кстати, значительно ослабился. Бандиты, приехавшие из других стран, вылавливаются и либо садятся в тюрьму, либо их депортируют, несмотря на злобное сопротивление демократов. Кстати, демократов имеется в виду членов Демократической партии Америки. Россию Путина ненавидят в Грузии, в Прибалтике, в Украине, в Англии, а теперь уже и в США. В Голландии боинг, который сбили россияне, тоже не очень дает им покоя. А еще их, российских россиян, ненавидят миллиард сунитских мусульман за поставки оружия Ирану, отравляющего газа в Сирию и за убийство более полмиллиона чеченцев, попавших под разрушение Грозного массовыми бомбежками жилых кварталов, российскими бомбардировщиками и артиллерией. Хочу еще раз подчеркнуть, эти люди жили на территории Российской Федерации, не за границей. Это были люди, женщины, дети, старики и тому подобное, которые просто жили в Грозном, без оружия, в руках. Вот, значит, квадратных днездовым способом, или как его там называют, их жилища, их дома, их детские сады, их больницы бомбили квартал за кварталом. Убили более полмиллиона человек. Не говорите мне, что это не так, все свидетельства имеются. Не только свидетельства людей, фотографии с воздуха, с космоса прямо там и тому подобное. Так что даже не хочу в это лезть, потому что, так сказать, спора ни о кого нет, убили более полумиллиона человек гражданского населения. Кстати, большинство из которых было белое, российское, этническое, российское население. Потому что, а, сами чеченцы частично ушли в аулы к своим родственникам, а эти никуда уйти не могли. Возможно, хорошую жизнь и счастье люди понимают по-разному. Думаю, что те, кто понимают так же или близко к моему пониманию, легко выберут между Трампом и Путиным. Даже между Обамой и Трампом, или там Хиллари и Трампом. Но, возможно, есть люди, которые считают, что хорошо жить, это чтобы их страну все боялись. Чтобы она нападала на соседей, завоевывала их, либо отрывала от них куски, не от соседей, а от стран, естественно. Когда соседи трепетают, трепечат и подчиняются, вот это им нравится, чтобы вообще все в мире трепетали перед их державой. Если для них важно, чтобы их лидер был мускулистый, малословен, строил бы себе дворцы и раздавал бы там соболиные шубы и российские недра за заслуги перед ним, которого он отождествляет с Отечеством, страна это я, государство это я, если это то, что дает им ощущение счастья, то они, конечно, выберут Владимира Владимировича Путина. Наверное, мы, они, такие как они, такие как я, смотрим друг на друга в полном изумлении. Я не могу понять, как можно выбрать Путина, они не могут понять, как можно не любить того, кто поднял их с колен, кто набил морды там грозным воинственным грузинам, которых оказалось 4,5 миллиона, значит, против 140 миллионов россиян, наказал чеченцев, в том числе женщин, беременных детей, стариков и прочее, значит, молдаван, оттяпал наш Крым, несмотря на то, что Россия подписала гарантию, что в ответ на передачу ядерного оружия Украине, Россия гарантирует Украине границы, границы вычерчены, Крым отошел к Украине по этому договору. Вот, и дал им прекрасное ощущение, что они самые духовные и культурная нация на свете, ну точно как немцы при Гитлере. Они тоже были культурные, интеллектуальные, самые справедливые в мире, любили музыку там, так сказать. А, музыку они любили. Вот, а другие, соответственно, чмо. Значит, мы самые культурные, а остальные вот другие чмо. Вот, ну и под конец моего уже очень длинного монолога сегодня, когда-то у меня в Израиле был детский театр. Однажды ко мне пришли двое актеров и сообщили, что у коллектива есть там кое-какие требования. Значит, один принес листок со списком требований, восемь пунктов, и, значит, я так вверх ногами увидел его, а мне все равно читать, значит, так вниз головой, вверх головой, так сказать, глазами, а мост так устроен, не знаю. Быстро, значит, прочитал, что там написано, и самым последним пунктом было написано «Деньги». Значит, я боролся с каждым их требованием, типа купить новые чемоданы или называть актеров ведущие актеры, а не просто исполнители. И каждый раз сдавался, а когда я сдался семь раз, я встал и сказал «Все, я удовлетворил семь ваших требований, больше ни шагу. Либо мы отменяем все, о чем договорились, либо сейчас вот жмем руки, расходимся, и больше никаких требований я вообще принимать не буду». Вот, и мы пожали друг другу руки и разошлись. А я думаю, что все были довольны. Из восьми требований я удовлетворил семь. Я тоже был доволен. Я купил новые чемоданы и стал называть их ведущие актеры, но зарплат не понял. Вот то, что происходит уже 18 лет в России. Народ называют самым духовным, а жить народ продолжает в говне. Ну, собственно, не мне судить, у каждого свое, у меня свои предпочтения, у них свои предпочтения. Вот для нас, эгоистов, наша собственная жизнь и жизнь нашей страны и детей важнее всего. А для них духовных важна отчизна, меч карающий, могучая держава. Ну, кто сказал, что я прав, а они нет, да. Только, только я вот думаю так. Не лезьте вот вы со своим мечом, карающим и могучей державой. Не лезьте со своим уставом в мою жизнь. А то так получите, что мало не покажется. Ну, вот, собственно, и все. На этом я заканчиваю. Спасибо всем, кто слушал. До свидания. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok